Ишь ну ала, друзья! Так уж получилось, что до выхода Близзкона Близзард случайно выпустили свои пресс-комплекты в свет, в которых содержалось много интересной информации о предстоящих новинках. Если вы не хотите спойлеров, то можете дождаться самого Близзкона и увидеть всё своими глазами в записанной трансляции. А мы, пожалуй, разберём всё, что имеется прямо сейчас. Самое главное — это новое дополнение 9.1, которое будет называться «Цепи господства». Предатель Динатри побеждён, но сила утробы продолжает расти. В дополнении «Цепи господства» к грядущим первым крупном обновлении контента для World of Warcraft Shadowlands игроки смогут пробираться в новые глубины безнадёжных владений тюремщика, пытаясь понять истинную природу его злонамерных планов. Опираясь на обновлённую мощь четырёх ковенантов, чемпионы Орды и Альянса сразятся в масштабной битве за тёмные земли, на которые претендует тюремщик. Но у «Изгнанника» появился новый ужасный герой на службе. Жестокий инструмент отчаяния, призванный Сильваной Ветрокрылой, способный вселить ужас в сердца героев Азерота, как никакое другое существо из тёмных земель. Как вы понимаете, речь идёт об Андуине. И да, Сильвана смогла его поработить. Но об этом чуть позже. Откройте для себя тайны Корфии. Новая локация. Тюремщик ищет ключ, чтобы воплотить в жизнь свои извращённые замыслы. Своими большущими цепями он притянул фрагмент давно потерянного ковенанта в саму утробу. Если вы не знали, то вся утроба создана из кусков различных ковенантов, приправленных стигией. Так вот, в новом дополнении утроба приобретёт ещё один большой кусок. Ищите ответы на свои вопросы в Древней Корфии, Городе Тайн. Выполняйте новые квесты и участвуйте в мероприятиях в открытом мире. Ковенанты наносят ответный удар. Объединённые силы кирианцев, ночного народца, некролордов и винтиров начинают кампанию по объединению четырёх ковенантов и вместе организуют атаку на тюремщика на его родной территории. Вам будет доступен новый рейд, Светилище Господства. Это отважные, коварные, неизведанные просторы Таргаста, состоящие из десяти боссов. Встретьтесь с истинным глазом тюремщика, преломите ситуацию против Таргара и сразитесь лицом к лицу с самой Королевой Банши в роковой схватке. Получается, что мы будем сражаться с Сильваной, наконец-то. Новое мега-подземелье, Тазовеш, завуалированный рынок. Соберите свою группу и откройте для себя экзотические товары из странных существ в мифическом мега-подземелье с восемью боссами, расположенном на базаре таинственных брокеров. Кульминацией подземелья будет являться ограбление с высокими ставками, которое организовано, чтобы выкрасть могущественные артефакты из Азерота. Также вас ждёт и многое другое. Готовьтесь ко второму сезону рейдов и подземелья и PvP Shadowlands с новыми модификаторами ключей, посвящённым Силе Тюремщика. Наденьте новые наборы косметической брони Ковенанта, которые сможет носить любой класс. Расширьте возможности вашей связи душ и проводников, добавьте зверениц новых маунтов и питомцев, разблокируйте полёты по тёмным землям. Ох, друзья, у меня нет слов, одни эмоции. И самая главная новость для меня это то, что Сильвана смогла поработить Андуина. Мы видим, что львы на броне молодого короля сменились гончами утробы. Его волосы посидели, а глаза стали бирюзовыми. Тюремщику всё же удалось сломить его волю. Получается так, что Андуин пошёл по пути Артаса и стал новым королём личом. Я уверен, что мы с вами столкнёмся с ним в новом рейде Святилища Господства. Он будет привязан к Сильване. Эта схватка должна быть самой эпичной. Другого я и не хочу видеть. Также в большом ролике на канале про то, кто такие брокеры, я упоминал и то, что мы отправимся к ним в Ковенант. И это и случится. Близзард решили изобразить его в виде большого данжа. И по всей видимости, этот Ковенант представляет собой один большой базар. Будет очень интересно оказаться там, какие же артефакты хотели выкрасть брокеры с Азерота. Пока что этот базар нарисован исключительно в виде чёрно-белых зарисовок, что может говорить нам только о том, что ждать новое дополнение придётся ещё долго. Помимо прочего, Близзард анонсировали старт в Burning Crusade Classic. Пройдите через тёмный портал ещё раз. World of Warcraft Burning Crusade Classic. Первоначально выпущенный в январе 2007 года The Burning Crusade вызвал героев Азерота в разрушенное и покрытое шрамами запределье, чтобы остановить вторжение демонического пылающего легиона. В 2021 году Близзард Интертеймент воссоздаст первое дополнение World of Warcraft, которое даст игрокам со всего мира шанс вернуться в Outland, как это когда-то было, чтобы вновь пережить эру вечных приключений или испытать то, что ждёт за тёмным порталом в первый раз. Что думаете обо всём об этом? Напишите в комментариях, ставьте лайк и колокольчик, чтобы быть в курсе новых событий. Подписывайтесь на канал. С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok